В открытом фестивале-конкурсе «Зубовские чтения-2016» приняло участие 170 детей и подростков из шести районов Московской области и столицы. Финалистами стали 35. Репертуар исполняемых произведений тоже расширился. Теперь мы слышим не только наших поэтов Витмовского края, но и поэтов Подмосковья. В этом году для финалистов были проведены мастер-классы. Мастера художественного слова отрабатывали с детьми моменты сценического исполнения. А я, сказала чашка, настоящая бедняжка. Чай в меня вливают, мне стенки обжигают. Как и все годы, «Зубовским чтением» уже 7 лет, конкурс проходил по нескольким номинациям в трех возрастных категориях. В этом году для ребят впервые учрежден специальный приз Витовской дирекции киносети. Это вот этот диск. Этот диск своего рода уникален. Здесь собраны все репортажи и даже фильм, который выпущен был на телеканале «Видное ТВ», который рассказывает о нашем замечательном земляке. «Зубов» – прекрасный пример того, как настоящая поэзия способна влиять на душу людей. А все начинается с детства. Целью конкурса и является воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к культурному наследию родного края. Выбрала стихотворение «Зубова». Ты что о нем знаешь и чем он тебе нравится? Ну, он вдохновляет меня, что такие рассказы, стихи, даже не передать словами. Самое сильное произведение, которое передает чувства – это музыка. А вот стихотворение, я бы не сказала, что это самое сильное, но все равно это очень влияет на человека. И, наверное, в зависимости от характера произведения его меняется в лучшую сторону. Гостем праздника была и Илона Броневицкая, которая высказала восхищение всем чтецам фестиваля. Сама прочитала стихотворение. Во-первых, жизнь человека без поэзии, она невозможна. Она будет какой-то жизнью, но чего-то огромного и очень нам нужного в ней не будет. Седьмой открытый фестиваль-конкурс «Зубовские чтения» завершился. Ребята получили заслуженные награды, которые стали для них стимулом для дальнейших побед. Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.